А по-моему, вот сейчас как раз крутяк! Сирена-головый, приходи в наш лес! Сирена-головый, приходи в наш лес! Мы призываем тебя, сирена-головый! Там всё было обтянуто колючей проволокой. Проезд и пароход запрещен, гласил знак. Давайте пойдём сюда, в запретную зону, слышите? Хм, а где все? Какие странные звуки. Ну ладно, надеюсь, они меня догонят. Привет, меня зовут Киса Алиса. И недавно я попала в аварию и не могла ходить. Сейчас мне уже получше. И сегодня я расскажу вам страшную историю, которая случилась с нами в этот Хэллоуин. 31 октября. Аня снимала видео про то, как мы проводим наш день. И показала гигантский бассейн, который она построила пёсиком. Этот ролик уже вышел на нашем общем канале Мэджик Фэмили. Я оставлю в описании ссылку, чтобы ты потом сходил и посмотрел, что сняла скрытая камера в тот день. Сразу после того, как мы сняли это видео, Аня зашла в нашу комнату и увидела, что мы уже подготовились к Хэллоуину. Ничего себе, как вы тут всё уже организовали и свечи зажгли. Сказала Аня. И тыкву такую светящуюся где-то нашли. Ну, правда, она не настоящая? Ответила ей Софи. Ну и что, зато как комната преобразилась. И правда жутко. Выглядит как настоящий Хэллоуин фильм. Ну вы даёте, какие молодцы. Даже паутина тут у вас с пауками. И демоны, и летучие мыши, тогда добавила я. Да, уж только вот тут у вас одна свечечка потухла. Зачем вам столько свечей? Мы ничего не ответили. Мы скрывали кое-что от Ани и не рассказали ей. В общем, пёсики попросили Аню помочь им кое-что доделать для Хэллоуина. Ань, видишь вот эти спреи, надо их разбрызгать. Сказал самый старший Эйвен. Сначала Аня попробовала на чёрной бумаге. Ну, вроде неплохо смотрится. Аня, подтвердила Софи. Набрызгай спрей на чёрную паутину. Предложила Миша лайк. Ну, хорошо. Ребят, как скажете. Аня принялась разбрызгивать ярко-оранжевый Хэллоуин серпантин на чёрные паутины. Упс, хотела на тарелочку побрызгать, но потушила вам свечку. Ну, надеюсь нормально. Давайте посмотрим, как выглядит вот этот спрей. Аня тоже набрызгала его на бумагу для поробы. Что-то ни тот, ни другой вообще на серпантин не похоже. Ну что ж, попробуем. О, ребят, кажется я поняла. Надо долго брызгать и хорошенько жать, чтобы он стал не как пена, а такие как будто нитки. Вот, смотрите, тогда получается. Ой, кажется я графу Дракулу вашему лицо забрызгала. Извините. Ну вот, смотрите, вот, видите, теперь это похоже на серпантин. Вот сейчас-то мы всё хорошенько тут и украсим. Ой, кажется он кончился. Ладно, так, а ну-ка попробуем оранжевый теперь. Надо так же делать и тогда... Ой, кажется он тоже кончился. Да уж, Ань, как всегда, помогла. Зато у меня для вас есть настоящая тыква. Сказала Аня и принесла это. Ты, 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 ты серьёзно сейчас, да, или издеваешься? Спросила я её наша Юмичу. Что, что такого? Эта тыква осталась с прошлого Хэллоуина. Ну да, выглядит немножко подсохшей, староватой, помятой. Нет, Ань, так не пойдёт. Она ещё и мелкая вообще. Вы обиделись. У нас в магазине нет больших оранжевых тыкв, только зелёные. Ребята просто молча смотрели на неё. Ладно. Сказала Аня и поехала в магазин. Она думала, мы хотим устроить классную вечеринку. А на самом деле Эйвен, София, Юми и Миша решили вызывать духов и разных жутких существ. И они пробовали разные инструменты для этого, пока они не было. Я сразу была против. Они ведь Ане об этом не сказали. Она бы им запретила. И вот Аня привезла из магазина огромную зелёную голову Джека, гигантскую тыкву. Вот это уже заслуживает лайка. Да уж, она такая огромная, я не представляю, как я её порежу. Ставьте нам лайка за такую огромную тыковку. Тыква действительно была гигантская и заслуживает твоего лайка. А давайте ребята напишут в комментариях какой-нибудь интересный факт про Хэллоуин или какую-нибудь страшную историю. Предложила Софи, пока Аня вытаскивала внутренности Джека. Классная идея, Софи. Миш, Миш, не ешь это. Ладно, а самые классные комментарии мы покажем в следующем видео. Ага. И пока Аня вырезала Джеку глаза и рот, первой воровать тыквы начала покемон. А за ней уже и Софи, и Миша. Аня-то и не заметила, как они ели мозги Джека. Когда Джек был готов, Юмичу предложила безумную идею. А давайте обольём Джека искусственной кровью, вот будет страшно. Искусственной кровью жутко. Но сначала нам нужно зажечь свечи и поставить внутрь. Так как тыква огромная, мне придётся не как обычно одну свечку ставить, а целых три, чтобы действительно его глаза и страшный рот горели. Я сказала, что смотрится очень жутко. А потом Аня и правда по идее Юмичу облила его искусственной кровью. Ух, ребята, блин, Юмичу, может быть ты зря предложила, выглядит слишком жутко, по-моему. А по-моему, вот сейчас как раз крутяк. Да, уж настоящий Хэллоуин. Вспрашно? Капец прикольно. Бу-у-у, ой, у меня аж мурашки. А чей это костюм? Мы же не договаривались про костюмы. Спросила Софи. На самом деле мы с Мишей Лайк купили себе костюмы ещё за два месяца до Хэллоуина. Миша должна была быть салатовой ведьмочкой. С крылышками, юбочкой и рожками ведьмы, которые она потеряла. Её цвет салатовый, поэтому она должна была быть салатовая. А у меня цвет сиреневый, поэтому я должна была быть сиреневой ведьмочкой. Но я попала в аварию, у меня болят ноги, поэтому костюм я надеть не смогла. А давайте тетя Софи наденет, её цвет розовый. О, классная идея, мне нравится. Костюм был очень крутой, но он оказался великоват, тётя Софи. И она в нём ходить не смогла. Вот так, как две ведьмочки, мы должны были выглядеть с Мишей Лайк. В общем, Аня предложила снять им костюмы. Тем более у нас костюмов нет, да Юмичу? Да, потому что мы думали, рожки с Алисой болеет, мы не будем отмечать в Хэллоуин. В общем, никто кроме нас с Мишей костюмы не подготовил. Поэтому решили, что будет честно, чтобы все были без костюмов. Ну что ж, ребятки, отличной вам хэллоуинской вечеринки. Атмосферка у вас тут реально жуткая. Круто вам отпраздновать. Сказала Аня и пошла заниматься своими делами. Вот тут-то всё и началось. Ребята решили вызывать духов и реальных жутких существ. Так, ребят, у нас есть специальные мистические и магические инструменты. Я буду играть на этой штуке. Эйвен будет играть на египетском барабане. Юмичу на шаманском. Мишка Лайк будет стучать в бубен. А я не умею. Это не важно, а Киза Алиса будет стучать вот в этот вот турецкий страшный барабан. Я тогда сказала, я не хочу вам помогать вызывать всякую нечисть. Но они пообещали, что это ради прикола и ничего не случится. Киза Алиса, ты что, правда веришь в мистику? Ничего не произойдёт. Надо только придумать, каких мы духов будем вызывать. Может, Чарли или Грэнни. А может быть, Балби? Или девочку из колодца? А давайте вызовем живого сиреноголова. Не духа, а реального. Да, вызовем его в наш лес. А потом что будем делать? А потом пойдём и посмотрим, появился он там или нет. Ой, страшно. Да ладно, Миш, его же не существует. А вдруг существует? По-моему, Юмина идея крутая. Вызовем, а потом пойдём в лес и проверим. Но там же на улице дождь. Так это ещё страшнее и мрачнее. А вдруг, и правда, вдруг мы заблудимся. Эй, ну ты-то что начинаешь? Ты же мальчик, ты не должен бояться. Это всё стереотипы. Короче, хватит болтать, давайте уже начнём, а? Я ребятам сразу сказала, что ни в какой лес я не пойду. Потому что у меня болят ноги. Но позаниматься их ерундой я им помогу. В барабан постучу, а они пусть сами в лес идут. Я их отговаривала. Сиреноголовый, приходи в наш лес. Сиреноголовый, приходи в наш лес. Сиреноголовый, приходи в наш лес. В общем, закончили мы вызов сиренеголового в наш лес. И ребята решили пойти и проверить. Когда они ушли, в комнате повеяло страшным холодом. А дальше, дальше началась жуть-жуткая. Никто не мог даже подумать, что такое произойдёт. Так, идёмте скорее проверять. Софи шла впереди всех, потому что она самая бесстрашная. Шёл дождь, стоял туман, и кругом была грязь. Хм, кажется, я слышу какой-то звук. Так, ребят, давайте скорее. Остальные особо не спешили, они боялись. Они догоняли Софи медленно. Бать, ты зачем писаешь тут? Это чтобы мы потом смогли найти путь обратно. По нашему запаху. Ребята, может быть мы не пойдём дальше? Вдруг мы заблудимся? Софи уже убежала вперёд всех, и Эйвен, Сьюмичу и Миша её догоняли. На своём пути она обнаружила старый перекрёсток. Одна дорога вела направо, а вторая вела в запретную зону. Там всё было обтянуто колючей проволокой, как будто кто-то не хотел, чтобы туда проходили. Проезд и пароход запрещен, гласил знак. Когда Эйвен и Юмичу добежали до этого перекрёстка, Софи там уже не было. Давайте пойдём сюда, в запретную зону, слышите? Хм, а где все? Какие странные звуки. Ну ладно, надеюсь, они меня догонят. В запретной зоне Софи увидела его. Сирена Голового! Она увидела в запретной зоне заброшенную машину и побежала к ней, и вдруг у неё получится там спрятаться. Но странная машина оказалась заперта, и в неё никак невозможно было попасть. Софи бросилась бежать, куда глядят глаза. Сирена Головый преследовал её, она запрыгнула на пень, чтобы разглядеть что-нибудь вдаль, и увидела какой-то стол на берегу реки. Зачем это здесь непонятно, но а сирена Головый приближается, неужели он и правда существует? Я слышу его сирены, они сводят с ума. В запретной зоне было какое-то странное озеро. Шёл сильный ливень, а сирена Головый приближался к Софи. Озеро выглядело жутким, прямо в воде стояли страшные деревья. И Софи не знала, куда ей бежать, а ребят не было. В это время Эйвен и Юмичу повернули на правую дорогу, но тут Юми сказала, Слушай, может быть всё-таки надо было пойти в запретную зону? Мне кажется, что-то Софи пошла бы туда. А Миша стояла на перекрёстке. Ребят, вы идите, а я, наверное, тут вас подожду. Так, если что. Эйвен и Юми тоже увидели вдалеке сирены Голового, и услышали, как кричит где-то Софи. От страха они побежали обратно. Надо успеть пописать, чтобы потом нам было по каким меткам возвращаться обратно. Идём скорее сюда, кажется, Софи кричала там. Сирене Головой существует. Плакала и боялась Софи. Она убегала от его звуков сирен как могла. Но он уже был совсем близко и догонял её. Что мне делать, куда бежать? Я не думала, что он существует. Софи пыталась найти свои следы, чтобы обернуться обратно к тому перекрёстку. Ты это видишь? Кошмар. А если он уже поймал Софи? И похитил её. Он не похищает Миша. Он убивает. Ужас. Я слышу, как она зовёт на помощь и кричит. Нам нужно двигаться в ту сторону. Но тогда сиреноголовый и нас уничтожит. Может быть, просто вернёмся домой и расскажем обо всём Ане? Он идёт за нами. Они очень боялись. Боялись за Софи. Боялись за себя и не знали, что делать. И тут они увидели. Ребята, ребята, срочно сваливаем. Уходим, скорее бегите. Кричала им Софи. Я ждала их в комнате. И в это время в комнату вошла Аня и спросила. Стоп. Киса Алиса, а что ты тут делаешь одна? Где ребята? Куда они все подевались? Что происходит? И зачем здесь эти музыкальные инструменты? Вы что тут устроили? А? И мне пришлось рассказать ей, что мы вызвали сиренеголова. А ребята пошли в лес проверить, пришёл он или нет. Аня очень испугалась, расстроилась и сказала, что пойдёт их искать. Но ей не пришлось далеко бежать. Они уже все были во дворе и были очень напуганы. Вы почему выходите из дома без моего разрешения ещё и в лес? Аня, нам надо тебе такое-такое рассказать. Пошли скорее домой. А то страшно. Мы сейчас тебе такое расскажем. Бегом домой. С тех пор они больше не хотят ходить в лес одни. Потому что если бы они не убежали, могло случиться страшное. Но мы так и не узнали, что это за запретная зона в нашем лесу.